Я понимаю. Привет. Судя по всему, все эфиры будут одинаковы. Буду лежать вот так вот. С видом на океан видеть. Привет, Надюш. Привет. Андрей делает мне кофе. Потому что я попросила его научить меня пользоваться этой кофемашиной. Он сказал, зачем тебе учиться, Эскри? Я могу тебе делать каждое утро. Поэтому я даже не знаю, как ее пользоваться. Просто он мне каждое утро делает кофе. Это чудесно. Желаю всем таких отношений. Привет. Привет, Юр. Рады всех видеть. У нас сейчас без 15 и 12. У нас только начало дня. Да, у вас без 15 и 10 вечера, получается. Привет. Привет, Айки. Привет. Рада всех видеть. Я не знаю, как в каком формате удобней. Вопросы отвечать, которые снизу, или просто читать комментарии, как вы хотите. А что с бровью? А что с бровью? Просто солнце странно светит. Падает свет. Просто очень сейчас высоко. Середина дня получается. Брови у меня очень-очень-очень старый перманент, который вообще он выгорел в такой виде серый цвет, некрасивый. И по идее мне надо для того, чтобы сделать было бы нормальные брови, вот этот выводить лазером. А я не хочу выводить и ходить без бровей, получается. И никак не режусь, поэтому вот что есть, то есть. Так и живу. Благодарю вас. Когда в Украину? Либо в конце мая, либо в начале июня. Мы сейчас думаем, если у нас получится еще в одну точку дальше полететь. Читать комменты. Хорошо. Давайте тогда. Андрей делает мне кофе внизу. Скоро придет в эфир. Покажу, что за кадром. За кадром моя попа и океан. Ну, перекрывать как бы можно, конечно, постоянно, но вообще в идеале сделать заново. Вы полгода назад расстались, и уже новый мужчина. Ну, во-первых, я нигде не объявляла о том, что у меня новый мужчина, если что. Во-вторых, я ушла от мужа год назад. И это... Вы еще не знаете, какие у нас до этого были отношения. В-третьих, жизнь, она такая удивительная. То есть, скажите мне, пожалуйста, почему вы считаете, что вы должны жить по каким-то нормам и уставам, либо по каким-то социальным стандартам. То есть, вы думаете, что если в моей жизни вот просто само собой встретился потрясающий человек, потрясающий мужчина, с которым мне хорошо и комфортно, мне что, нужно ему сказать, слушай, сорян, мне кажется, тут тебя Вселенная подкинула, но меня не поймут мои подписчики, потому что тут же как бы мало времени прошло. Так что ты давай тут подожди меня годок. И как только мне люди позволят, тогда уже с тобой поговорим. Это так должно быть по-вашему? То есть, что за непонятные вообще какие-то рамки, в которых вы вводите сами себя и, судя по всему, еще пытаетесь загнать меня. Вселенная сама нам посылает людей, когда нужно, и нету никакой нормы, сколько нужно горевать, сколько нужно отходить. Если вы думаете, что я уже отошла от травмы потери, то вы ошибаетесь. Мне действительно стало легче, я перепрожила боль, я отпустила, но мне все еще больно и плохо. Я даже выложила вчера сторис, вот, да, почему я показываю, что я плачу, я просто делюсь своей жизнью, что я показываю, что у меня есть еще эмоциональные переживания разные. И я плакала вечером, потому что еще грустила. Я плакала от счастья, ну, знаете, такое, от счастья с грустинкой, потому что мы приехали в место, в которое я очень отчетливо помню, когда я была там с Димой и с детками, и было совсем все по-другому. А сейчас вот так, и я, знаете, ну, причем, очень там было комфортно и хорошо, и у меня такое было, слезы, вот, не знаю даже, я даже не знаю, как это назвать, и радости, и грусти одновременно. Поэтому никто вам не может сказать, как надо горевать, сколько надо горевать, когда встретить мужчину в жизни, она удивительная. Живите с доверием к жизни, пожалуйста. Это же так приятно, вам Вселенная сама подкидывает ситуации, обстоятельства, людей для каких-то уроков, для какого-то опыта. Зачем от этого отказываться? Благодарю вас, зайки. Я не оправдываюсь, мне вообще не за что оправдываться, потому что я абсолютно ничего не делаю, что может кому-то причинять вред или дискомфорт. Я просто сейчас объясняю свою позицию людям, которые не понимают. Я, поскольку всегда максимально искренне стараюсь как-то общаться, давать какой-то фидбэк, и, наверное, через призму своего опыта я просто знаю, сколько мне людей писали о том, как пережить боль потери, а что, как отпустить, а как отпустить расставание, и, возможно, что вы, послушая меня, может, по-другому к себе начнете относиться тоже. Вот посмотрите, с какой я легкостью, в каком я потоке, с каким я доверием к жизни. То есть у меня нет такого, что так, сейчас я пока еще говорю, сейчас вот я не могу, а сейчас я должна людям показывать это, а сейчас у меня вот еще вот такие рамки, а мне сказали, наверное, значит, нельзя, да, значит, если люди подумают, вот, а что люди подумают, а может быть, это не стоит, я так не живу, я живу, что вообще похер, кто что подумает, мне это не касается, это вообще уже проблема людей, что они себе подумают, мне главное, чтобы мне было хорошо, понимаете, мне главное, моя жизнь, это моя жизнь, я сама себе устрою, мне комфортно, мне хорошо, я в гармонии, все, это самый главный маркер, больше ничего не влияет на мою жизнь. могут влиять, там, я могу спросить, если мне нужно, да, совет, мнение близких людей, и опять же, я вообще не нервничаю, посмотрите на меня, я лежу себе под солнышком, кайфую, у меня так все прекрасно, вот, да, Андрей тоже себя уже в эфире сказал, я повторю, что инсайт нашего вчерашнего дня, что люди вместе в отношениях, в любых, там, боже мой, супружества, да, брак, просто отношения, дружественные отношения, какие угодно, когда вы во взаимоотношениях с человеком, вы либо в плюс, либо в минус, потому что, ну, не бывает, что это не для чего, типа, ну, общаемся как бы, типа, есть и есть, то есть человек вас, вы с человеком либо растете, то есть условно, даже если это просто дружба с подругой, да, вы встречаетесь, вы наполняетесь, обмениваетесь, вы обсуждаете какие-то планы, дела, события, можете друг другу что-то посоветовать, да, и вы наполнились, и вам хорошо, либо вы с человеком просто слили свое время, свою энергию, да, посидели, что-то обсудили, пожаловались на жизнь, пожаловались на мужа, обсудили Соньку Стужук с ее волосатой жопой, и Андреем, который на ней пиарится, или что там вы еще пишете мне обычно, вот, и такие, и как бы все, и слили, и никак это вам в плюс не пошло, и вот так с любым человеком, да, наша пара, наш партнер, которого мы себе выбираем, мужчина рядом, мы с ним, и он с нами, либо растет, либо сливается, и когда, ну, я думаю, что вы видите наше взаимоотношение сейчас, да, у нас, кто-то мне пишет, там, пиар, что-то там у тебя хочет, у нас вин-вин, вин-вин в плане того, что нам двоим хорошо и комфортно, мы вдвоем растем и развиваемся, мы наполняемся, мы радуемся жизни, и это потрясающе, я каждому такого желаю, это очень здорово, благодарю вас, МЧ хочет, чтобы я увеличила грудь, а сама не хочу, я уже рассказывала эту историю, кстати, я очень много в своем телеграм-канале написала о том, как я пришла вообще к решению все-таки сделать грудь, почему раньше не хотела, почему захотела, как решилась, когда стоит делать, не стоит, и я вам рассказала одну историю, я была, привет, Викуня, да, по зову сердца Викуня зашла ко мне в эфир, я вам рассказывала одну историю, итак, смотрите, я 19-летняя девочка, которая когда-то встретила своего бывшего уже покойного мужа, я была девочка с очень сильными паттернами, молоденькая, которая не была опоры в себе, которая искала ее в других, для меня Дима стал моим богом, он был моим всем, он был моим авторитетом, моим, не знаю, может с какой-то стороны даже отцом, моим, ну, моим всем, то есть я не слушала себя, что хочу я, что думаю я, как бы было здорово мне, я всегда думала, как понравиться ему, чтобы вы понимали наши отношения, которые начинались с Димой, ну, например, да, вот он был такой, с клубной киевской тусовки, ходил по клубам, любил себя очень, любил вот это все, внимание к себе, а я была девчонкой, такая девчушка, девятнадцатилетняя, с длинными волосюшками, худенькой, такой, знаете, скромненькой, вегетарианкой, такой всей правильной, правильной, и когда у меня на какое-то из наших там первых свиданий, не помню, второе, третье, я привел в клуб вечером, и он мне как бы сказал, что, ну, это как бы такой у меня образ жизни, это моя жизнь, я, типа, люблю тусоваться с парнями, типа, мне это нужно, я пришла, такая посмотрела на этот клуб, знаете, такими глазюками своими, думаю, господи, фу, что за место, я ему сказала тогда, говорю, Дим, я не хочу ходить с тобой в клуб, говорю, ну, если ты хочешь, ходи сам, почему я так сказала, то есть, хотела ли бы я, чтобы он ходил в клубы, нет, конечно, не хотела, вообще-то, я считаю, это нормально, вообще, что, мужчина, если уже выбрал себе личную жизнь, да, женщину, какого ему делать вообще в клубах, но мне тогда хотелось понравиться ему, мне хотелось показаться ему хорошей, я ждала дома, пока он по клубам тусил, а я что делала, я готовила, убирала, я могла до трех часов ночи Наполеон печь, я там выготавливала, рагу стояла на кухне просто часами, хотела я готовить, ну, мне, как, знаете, это было внутреннее желание угодить, чтобы меня похвалили, что мне сказали, что я хорошая, вау, какая-то классная жена, он там куда-то уходил, а я там всю квартиру перемывала, там, вытерю, вытерю, типа, там, блин, туса, типа, влажными салфетками, прям все, все полочки, почему, типа, для себя нет, для того, чтобы он похвалил, сказал, вау, какая классная, чтобы взял, знаете, наверняка, значит, что еще делала, я с утра просыпалась раньше Димы, шла, подкрашивалась и ложилась в кровать обратно, пока он спал, типа, чтобы, знаете, с утра вот точно красиво, то есть, я хотела понравиться, я хотела нравиться, я даже тогда, вон, космонавт несет мне кофе, заходи, я просто лежу так, потому что с той же стороны сильно сейчас бьет, доброе утро, Светлая Олеговна, бьет, Светлая Олеговна, ваш кофе готов, благодарите, а что такое официальное, я не только нянь, я еще и кофе бариста, видите, кто кого использует, непонятно, ну, тогда хорошего всем эфира и всем энергии, ой, вот, и у меня тогда было желание очень сильно нравиться, мне хотели, чтобы я была хорошей, чтобы меня хвалили, я помню, я писала тогда посты, типа там, я ношу красивое белье для того, чтобы сохранять отношения с мужем, для того, чтобы нравиться ему, я тогда реально так писала, я даже помню, что тогда меня задевали комментарии, когда мне писали, ну, видимо, девочки уже более продвинутые на тот момент, что, Соня, а что ты вообще для мужа, для мужа, для себя, пожалуйста, а я тогда не понимала, что для себя, я же для мужа хочу, типа, мне что для себя, то нижнее белье, для меня, мне нормально в лифчиках, для кормления вообще в каких-то там пинг-трусиках или, ну, вообще. Я не так, чтобы любитель прям красивого белья, но типа иногда там надеть, покайфовать, на себя в зеркало пострять, и то потом снять, потому что не так уж в нем удобно. Вот. А мне хотелось именно для мужчины, то есть я для него, для него, для него, я все для него делала. И потом была одна ситуация, кстати, вот свою фигуру я тоже делала для Димы. Чтобы вы понимали, когда мы с Димой познакомились, если вы там пролистаете вниз ленты моего инстаграма, я такой, ну, у меня была попа потому что я уже занималась в зале, я ее качала очень-очень старательно, но я была такой худюсечкой. Я висла типа там 50-52 килограмма, меня реально на тот момент спрашивали мужчины, а есть ли у тебя органы, потому что у меня талия вот сбоку вот такая была. И Дима мне что говорил, что я люблю большие попы, давай тебе надо качать попу. Хотела ли я себе реально большой попы? Ну, я это себе внушила. То есть сейчас мне нравится, то есть я за эти годы у меня у самой стали такие стандарты. То есть, условно, там у Димы были, ну, не знаю, там какие-то требования, не то что требования, пожелания там к моим, ну, я даже не знаю, как это назвать, ну, в общем, к каким-то моим там интимным, допустим, моментам. И я это все делала, потому что я знала, что это ему нравится, я хочу, чтобы это ему нравилось, я это сделаю для него. И сейчас уже настолько это за эти годы в моей голове отложилось, что это и есть то, что нравится мне сейчас. То есть мне реально нравятся большие попы, вот эти формы и так далее, да, вот такая женственность. А тогда у меня не было, но мне нравились просто красивые спортивные подтянутые фигуры, там, типа, Катя Усмановой, Настя Миронова, вот такое. Сейчас, а, сейчас мне нравится, типа, вот, Тэмми Хембро, ну, такие, знаете, вот, афроамериканочки здесь местные, вот такое. И в какой-то момент, я помню, что мы с Димой сидели, он, как обычно, листал там какие-то фотографии девчонок таких, вот, джопастов, он-то любил дело, я тоже не запрещала, я, типа, сама люблю таких, ну, как бы, я думаю, ну, лайкает и лайкает, как бы фигля. И он мне показывал какую-то поранную актрису, судя по всему. И у нее на животе, вот, как бы, колобковой зоне, вот так внизу живота, была татуировка звездочек. И он мне показывает, говорит, о, смотри, говорит, вот тебе, типа, вот так бы пошло, типа, тебе бы прикольно смотрелось. А что у меня тогда в голове было? И я такая думаю, блин, ну, я бы ему еще больше нравилась, я бы для него была еще больше сексуальной, я бы хотела, наверное, для него. И, пожалуйста, услышьте меня, я сейчас говорю не о Диме, а о себе. Я сейчас говорю о своем опыте, а я не могу исключать отсюда Диму, потому что это была моя жизнь. Поэтому я вообще никак ничего не говорю о Диме, он потрясающий человек, с которым я выросла, который очень много мне уроков дал, даже где-то и болезненных, но все равно я стала с ним тем, кем я есть. И за весь этот опыт я благодарна, потому что я трансформировалась. И сейчас то, что опыт я рассказываю, я рассказываю не через негативную призму, а через призму того, как это во мне поменялось. Поэтому я не могу просто отсюда брать Диму в силу того, что его не стало, но Дима — это мой первый-единственный муж, в принципе, в моей жизни. Просто хочу этим поделиться, чтобы девочки, наверное, посмотрев на мой опыт, увидели себя. Я думаю, что многие увидят. Напишите плюсик, если вы видите себя. И тогда я подумала, что, ой, ну, наверное, я буду для него более сексуальной, наверное, я ему буду больше нравиться с теми звездочками. Да, прикольно, думаю. То есть хотела ли бы я себе реально этих звездочек? Я сейчас... Ну, в общем, в итоге случилось так, что мы даже пошли тогда в тату-салон. У меня уже Дэвидка маленький был. Уже договаривались. Ну, что-то там не сложилось. Что-то там еще грудью кормила. Хотя эти все татуировки я тоже делала, когда грудью кормила. Вот. Но что-то не сложилось. И не получилось. Ну, как-то и я-то и отпустила. Господи, я сейчас так благодарна, что я, блядь, не сделала себе эти звездочки на животе. Вы представляете меня с этими звездочками парноактрисками на животе? А это было бы не мое желание. Вот эти две татуировки, которые сделала я, я реально их хотела. Я хотела их не для Димы, не для кого-то там, не для Инстаграма, не для подписчиков, для себя. Для себя. Потому что я так почувствовала. Мой феникс у меня на ноге, это вообще олицетворение, да, роста, перерождения, женственности, ну, там, с цветочками в таком хвосте. То есть это то, как я хотела для себя. Вот это тоже, это я прям хотела. Мне прям приспичило. Я почувствовала, что, блин, вот я себя буду кайфово так чувствовать с этого. Я сделала. Кайфово бы я себя чувствовала со звездочками, которые хотела не я, да, а мужчина, который был для меня Богом, который был для меня всем авторитетом, которого я была готова слушаться из-за отсутствия любви к себе. Понимаете? Я не любила себя, я любила его. Я любила его больше, чем себя. Я себя не умела любить. И мне хотелось всё делать для него, всё, что он скажет. Быть такой, какой он скажет. Понимаете? И так не должно быть. Поэтому всегда, когда у вас есть какие-то сомнения, когда вам кто-то что-то говорит, просто закрываете, знаете, глаза вот так вот и попробуйте, вот про что. И задавайте себе вопрос, вот прям себе спрашивайте. Это моё? И у вас сразу внутреннее чутьё. Не слушайте вот этот сразу анализ, который у вас в голове побежит, потому что есть большая разница между вашей интуицией, вашим внутренним голосом и вашей головой. Есть, знаете, книга «Горе от ума». Горе от ума – это, грубо говоря, конечно, но когда мы сильно много начинаем анализировать, то есть условно есть, например, условно я говорю сейчас, например, Андрей, человек рядом, с которым мне внутренне супер хорошо, мне комфортно, мне легко, я счастлива. И всё отлично. То есть внутри мне прекрасно, вообще никаких вопросов. А голова постоянно такая, знаете, мозг мой. А что? А для чего? А может быть, а вот этот момент? А может быть ещё раз? То есть мозг постоянно анализирует, и он вас путает. Поэтому когда хотите прочувствовать, надо ли вам это, эти отношения, эта татуировка, не знаю, эта одежда, там что угодно вообще, в жизни этот опыт, закрывайте глаза и задавайте себе вопрос. Это моё? И вот первый отклик, который вы почувствуете, первый. Не то, что вы уже проанализировали, начали думать, так, такая она красивая, в принципе мне подойдёт эта татуировка, на мои формы, вот на этой фотке смотрят. Не вот так, а вот первый отклик, который вот сразу, первое, что вы услышите, надо вам это или нет. И так это работает со всем, с татуировками, с мужчинами, с людьми вообще в вашей жизни, с какими-то событиями, не знаю, куда-то полететь, например, вы хотите отдохнуть. И закройте глаза, представьте себя, задайте себе вообще вопрос, мне это нужно, я туда хочу, потом попробуйте себя там прочувствовать. То есть в этой ситуации, вот прям, ну знаете, как я до Лос-Анджелеса делала? Я вот прям так же, я глаза закрывала, я не медитирую, я сразу скажу, я уже давно не медитирую, потому что для меня это, мне это не нужно уже. То есть я, у меня было время, когда мне это нужно было там, прям отпустить мысли и так далее, брать диалог, настроиться, и мне кажется, что я чуть-чуть на другой уровень перешла, когда я просто могу побыть наедине с собой и себя услышать по-другому. То есть, и делается это так, это не совсем медитация, но это да, важно быть в гармонии сейчас там, без раздражающих внешних факторов. Закрывайте глаза и представляйте себя вот в этом, в этих обстоятельствах, которые будут. То есть вот я, да, вот лежу в Лос-Анджелесе на крыше своего дома, на Марина Дел Рей, надо мной вон летают вертолеты полицейские, за моей попой красивый океан, дом стоит 30 тысяч, огромный, классный, с комнатами на всех, две машины стоят в гараже, Роллс-Ройс и Тесла, икс. Я катаюсь тут на скутерах просто, хоть машины есть на скутерах, езжу просто по Марине в кафешку за кофеёчком. Представьте себе, что с вами может там происходить, какая-то будет поездка, с кем вы там будете и чувствуете ли вы там, что вам гармонично и комфортно. Вот. Поэтому, что касается груди, да, это вопрос был о груди, простите, пожалуйста, что я распыляюсь, но я уже вам сказала на прошлом эфире, что я люблю эти темы. Если вам мужчина вообще что-то говорит, что вам что-то нужно делать, вообще вопрос себе задайте, что это за мужчина, почему он вам… То есть, либо… Тут вопроса два. Либо мужчина нормальный, но вы позволили ему стать таким, то есть у вас нет границ, вы их не выстроили, у вас нет любви к себе, и вы позволили своему адекватному, нормальному мужчине вас контролить, вами чуть-чуть управлять, вам указывать, что делать, да, ну, я понимаю, как это работает. То есть абсолютно любой, даже адекватный, не абьюзивный, там, не нарциссический мужчина, с женщиной, которая себя не любит, которая не понимает, что ей надо, которая просто готова слушаться и повиноваться полностью, он станет, знаете, слегка абьюзивным, он типа сядет на плечики, потому что где-то вы ему, ну, милый, я не знаю, что я хочу, ты типа выбери, да, и мужчина такой, окей, ну, типа я сделаю, да, и они уже потом привыкают, это понакатанно, таких с мелочей, и потом уже говорят, слушай, сделай себе жопу, грудь, там, будешь сексуальнее, и вы такие, да, сделаю, я же ему буду нравиться, вот так нельзя. Либо второй вариант, это когда в принципе сам по себе мужчина в своей базе абьюзивный, нарциссический, и который в принципе вот так, и вам говорит, что делать постоянно, а вы тоже слушаете, потому что без границы самооценки, и тут вообще тоже вопрос, то есть у вас вопроса два, либо вообще, что это за мужчина рядом с вами, и может быть, вам не нужен такой мужчина, либо мужчина может быть адекватный, но вам стоит поработать над собой, поработать над самооценкой, над любовью к себе, и выстроить, и начать выстраивать снова с ним границы, чуть-чуть, помаленьку, и это уже к психологам, в терапию, я думаю, вот так, и если вам говорят, что делать, то есть это ваши границы, не один человек, тем более, тем более ваш партнер, ваш партнер обязан уважать ваши границы, что такое границы, границы это то, что вы можете про себя сказать, это мое, то есть условно, это мое тело, это мое, пожалуйста, вы не имеете права без моего, ну то есть в партнерстве там с мужчиной, конечно, он уже там, наверное, может там потрогать за попу, если это вы позволяете, и так далее, в отношениях, там заниматься сексом, и так далее, ну условно там бить, и доставлять вам дискомфорт, там одергивать, хватать за руку, это не имеет права, потому что это ваша неприкосновенность, да, то есть есть мое тело, его не имеет права, никто трогать, есть мои вещи, их не имеют права взять без спроса, да, там надеть мою одежду без спроса, моя подруга не имеет права просто взять, мне там не сказать, и так далее, то есть то, что вы для себя позволяете или не позволяете, то есть ваше тело, это ваши границы, если партнер уважающий, уважающий ваше тело, ваши границы, ваши выборы, он не имеет права просто вам говорить, что вам нужно сделать со своим телом, он может в формате диалога, в формате высказывания своих желаний, просто мягко сказать, что там милая, а ты когда-нибудь вот задумывалась вот сделать себе вот такие формы, да, то есть в каком-то формате вопроса, коммуникации, диалога, и то очень, очень мягко, потому что это в любом случае, если сказать, слушай, а вот тебе было бы прикольно сделать такие сиськи, ну, уже странноватенько, да, но тоже у каждого как бы свой стиль общения, спросить там, а не хотела ли бы ты там, возможно, не задумывалась ли ты что-то поменять, а достаточно ли ты себя комфортно чувствуешь в этом теле, то есть настолько, это же можно по-разному сказать, а не сказать, слушай, ты недостаточно сексуальна для меня, вот если бы ты сделала сиськи, вообще было бы, типа, прикольно, вообще была бы бомба, или там, я тебя не хочу, да, мне не нравится там, тебе надо бы там жопу идти качать, а мне такое тоже писали, с вами муж говорит, что мне надо там, типа, идти качать жопу, как у тебя, пиздец вообще, нет кого, ну, то есть как бы, как такое можно, как можно указывать, что тебе делать со своим телом, и, кстати говоря, я даже вам сейчас скажу разницу, смотрите, я за последний год, ну, общаюсь, да, с разными мужчинами, и с разной ментальностью, кстати говоря, вот условно, есть, да, Андрей с нашим, с нашим менталитетом, да, славянским, так скажем, привычным, суперадекватный, суперуважающий, глубокий, есть у меня человек с Европы, с европейским менталитетом, они тоже такие, суперуважающие границы, и есть еще один мужчина, вот тоже с таким нашим, классическим таким менталитетом, сейчас сами поймете, каким, троим из них, и я говорю, общаясь с ними, что хочу сделать грудь, Андрей, что мне отвечает, как мой очень близкий человек, да, в принципе, последний год, как глубокий, как всегда пытающийся со мной, более глубже поговорить, да, что он мне говорит, Соня, если ты так хочешь, наверное, тебе, ну, можно было бы, в принципе, неплохо, наверное, это хорошая идея, но слушай, я знаю, что ты сейчас не в самом своем, типа, психологически комфортном состоянии, ты сейчас собой недовольна, возможно, вот это то, что мне Андрей говорил, возможно, не стоит из такого состояния недовольства собой в себе что-то менять, то есть, возможно, это хорошая идея, он мне говорит, но может чуть-чуть подождать, когда ты будешь по-другому к себе относиться снова, да, как раньше, и тогда ты сможешь, ну, как бы, из более адекватного отношения к себе прийти к такому решению, и может, ты уже и перехочешь, то есть, это то, что сказал мне Андрей, и это адекватно, да, то есть, он мне не сказал, что мне делать, что мне не делать, он мне аккуратненько такой, как бы, дал совет, второй человек, который с европейским менталитетом, причем, который до этого мне говорил, слушай, мне так нравится, что ты вся такая натуральная, что у тебя все свое, не так, типа, everyone make boobs, slips, и так далее, говорит, мне так нравится, что такая натуральная, что у тебя все свое, это было там год назад, и тут я ему говорю, что я хочу сделать грудь, и он такой, а, ну, окей, слушай, ну, ты приняла такое решение, и потом такой спрашивает, а какая-то будет, а когда ты будешь делать, а где ты будешь делать, какая-то будет операция, под мышцу или как, ты же знаешь, что это очень болезненно, то есть, он вообще не вторгается в мои границы, то есть, он не говорит мне, а что ты, а что ты, ты решила, ты же раньше была против, да, то есть, это такая претензиозная фигня, он очень аккуратненько, просто пытается спросить, а как, а что, а как это будет, то есть, дать какой-то совет, как-то дать тебе фидбэк на это, и другой человек с нашим чистым менталитетом говорит мне, в смысле, зачем тебе делать сиськи, у тебя и так все офигенно, тебе не надо делать сиськи, а он даже не видел, как бы мои сиськи вообще, как бы этот человек, ну, то есть, в одежде, да, и он уже, такой, с наездом, как бы говорит мне, говорит мне, то есть, он как бы лучше знает, что мне не надо, и говорит мне, тебе не надо, зачем тебе делать, тебе и так все нормально, ты, блин, знаешь у меня нормально все или нет, ну, то есть, как бы разница такая, тонкая грань, но очень ощутимая, как люди к нам относятся, как тихонечко нарушают наши границы, никто не знает, надо нам что-то делать, не надо нам что-то делать, как нам будет лучше. И потом, кстати, вот у этого европейца я потом спрашиваю, говорю, слушай, ты же раньше был против и говорил мне, что тебе нравится, что я такая натуральная. Говорю, ты сейчас так спокойно отреагировал. И что мне отвечает на это? Говорит, ну слушай, ты же взрослая женщина. Если ты приняла такое решение, наверное, я знаю тебя. Если ты приняла такое решение, наверное, ты все обдумала. Но если ты будешь себя так чувствовать более комфортно, если будешь себя больше любить, если будешь себя больше нравиться, наверное, тогда почему бы и нет? Это то, что он мне сказал. Он говорит, ну да, я, конечно, против, когда это совсем выглядит сильно искусственно, некрасиво. Я против, если совсем себя люди переделывают. Но говорит, если тебе действительно дискомфортно сейчас, почему нет? Вот оно уважение к границам. Он мне не говорит, ну да, ты знаешь, мне кажется, тебе не стоило бы делать. Он мне говорит, что он уважает мой выбор. Понимаете? И Андрей мне тоже говорит, да, что он уважает мой выбор, как бы ты имеешь право делать, что хочешь, но подумай. То есть он более близкий уже человек, да, говорит, просто подумай, стоит ли сейчас. Но не дает мне при этом никаких советов. И это нормальное отношение. То есть и с мужчинами, и даже с мужем должны быть вот такие уважительные отношения, когда он тебе… Так, я прошу никого тут не оскорблять в эфире. Меня уже… Я привыкла к тому, что вы меня тут оскорбляете. Можете идти на хуй в ответ. А моих близких не даю. И имейте в виду, у меня уже есть модераторы, которые этот эфир смотрят, которые все эти странички, которые пишут сейчас плохие комментарии, после эфира мне скидывают чат, и мы вас всех баним. Так что вы, в принципе, автоматом нахуй пойдете, в принципе. Вот. Всех остальных, кто мне пишет, все прекрасно и хорошее. Люблю, обнимаю. Вы прекрасные люди. Прошу прощения, что я при вас матюкаюсь, но я считаю, что людям, которые смеют мне писать оскорбления, можно только точно так же отвечать. По-другому они не понимают. То есть, как бы, да, что посеешь, что и пожнешь. Всех остальных люблю и обнимаю. Поэтому, пожалуйста, перед абсолютно любым решением, что вы хотите с собой делать, вы должны думать, хотите ли вы этого для себя. Я ранее, не имея любви к себе, не умея чувствовать саму себя, как себя. То есть, я что делала? И почему грудь не хотела делать, в принципе? Дима мне какое-то время говорил, что, ну, типа, вот сделать бы тебе там еще сиськи и нос, типа, вообще была бы там, типа, ракета-петарда. Вот. Ну, я такая, типа, в смысле, тебе так не нравится? Он говорит, да не, мне и так все нравится. Я как бы, я знала, то есть, я любила и принимала себя через призму любви Диме ко мне. Я знала, что я для него самая сексуальная женщина на селе, ну, несмотря там на какие-то там измены или еще что было, это уже, это уже другой вопрос, а что, там, не знаю, мне там можно было просто рядом вот так вот полежать, и меня уже хотят, там, на меня уже стоит. То есть, я знала, я ощущала себя привлекательной, сексуальной, классной, и мне не хотели… Ну, я думала, как бы, типа, окей, я сделаю грудь, что в моей жизни изменится от того, что я сделаю грудь. Типа, у меня, у меня так все хорошо. У меня, ну, у меня есть подписчики, да, я им нравлюсь. У меня есть деньги, у меня есть бизнес, у меня муж, который меня хочет и любит, я для него сексуально. У меня есть дети, то есть я думаю, что качественно изменится в моей жизни от того, что я сделаю грудь, то есть у меня было такое мышление, типа ничего, ну то есть как бы больше муж меня любить не станет, он меня принимает, он уже меня любит, от этого ничего не поменяется, вот, и потом, когда уже не стала Димой, да, уже какие-то я свои начала проживать, во-первых, я поправилась, да, мне стало некомфортно с собой, я перестала, я просто смотрела в зеркало, и я вижу, что я себе не нравлюсь, я смотрю, думаю, господи, кто это делает, Потом докормила грудью, грудь вообще обвисла, я даже недавно пересматривала видео со дня операции, вот там, например, я кручусь, я такая смотрю, думаю, господи, это моя грудь, как я с ней жила, ну а я еще как-то, ну как-то жила на самом деле, потом, допустим, там секс, да, новый, с новым человеком, и я понимаю, что, блин, мне супер некомфортно в сексе, то есть, типа там-то уже привычно было, как бы, с человеком, с которым ты уже привык, то ты не стесняешься ничего уже, как бы, тебя любую любят, и с волосатой жопкой, А тут, как бы, ну, и тебе прям некомфортно, ты такой лежишь вот так на бочку, да, тебя там хотят за грудь потрогать, у тебя вот эта сися вот тут, как бы, а туда, а там вообще подмышку утекла, Или там, ну, сверху вообще, вообще дискомфортно, такие тряпочки просто болтаются, это прям ужасно, и, ну, уже потом финальное стало, то есть, это, как бы, знаете, так по капельке вот так капало, Потом финальным уже стало, когда я понимаю, что мне надо подбирать, посмотрите, спортивные лифчики, из них все выпадает, я постоянно в одежде, то есть, и чтобы вы понимали, я вчера была в топе просто гуляла, И сверху кофте, и я постоянно пытаюсь его поправить, и понимаю, что он никуда не съехал, что вообще нет, то есть, я позавчера это было, весь день прогуляла в одном и том же топе, Я поднимала детей, я наклонялась, я танцевала, я все делала, и мне все время хочется поправить этот топ, потому что я уже по привычке знаю, что у меня там что-то могло вылететь, выскочить, выползти, вытекти, Я просто так привыкла, я такая думаю, господи, ничего не вытекает, я такая, господи, какой кайф, как прекрасно, что ничего никуда не утекает, не убегает, это так чудесно, То есть, это было прям решение, которое, ну, мне нужно было, мне нужно было себе его разрешить, а я долго, я долго, в какой-то момент у меня реально не было необходимости, То есть я то, что писала, проводила флешмобы, то есть я реально так думала, я не считала, что мне это нужно. Потом я пыталась себе внушить, что я принимаю себя, я же за естественность, я же за натуральность, надо себя принимать любой, я боюсь вообще наркоза, нажаю, зачем мне это нужно. Потом просто один момент разрешила. Вот так это работает. Поэтому если вы чувствуете, то есть смотрите, вы же должны осознавать риски. Мне говорят, ты же там писала что-то вредно, там болезнь грудных имплантов. Девчонки, смотрите, риски реально есть. Риски есть вообще во всем, как бы, что происходит с вами. Риски есть, блин, если вы там взяли, начали водить машину, и есть риски, что вы, блин, можете попасть в аварию. Если вы, не знаю, решили сделать зубы, поставить брекеты, тоже есть разные риски, блин, везде есть риски. Конечно, такое оперативное вмешательство, серьезно, это наркоз, то есть это, ну, рисков больше. Понятно, да, есть и болезнь грудных имплантов. И, наверное, и плюс в том, что я это все заранее изучила, я прям знаю, какие могут быть последствия, что, как, что. Как за этим наблюдать. То есть есть риски. Но посмотрите правде в глаза. То есть я уверена на самом деле сейчас на 100%. Вы можете со мной не соглашаться, вообще не претендую на истину. Я уверена в своей голове, что это тоже психосоматика. Потому что я смотрю на женщин, которых знаю я, которых я там читаю, которые сделали себе сиси. И просто, блядь, кайфуют. Смотрят на себя в зеркало. Такие, да, вот как я сейчас делаю. Да, боже, какая офигенная грудь. Я сексуальна, я привлекательна. Просто кайфуют. И у них все в порядке. Нет у них никаких осложнений. Я лично не знаю ни одного человека, у которых осложнение. Возможно, это опять же чисто мои мысли. Можете как бы просто это вам для подумать. Вы не обязаны соглашаться. Я вообще могу быть не права. Что? Если у женщин какие-то такие осложнения случаются, то это может быть тоже какой-то повод. Ну, может быть, это какие-то сильные страхи. Какая-то сильная нелюбовь к себе. То есть, ну, отторжение какое-то, да, тоже. То есть, почему так случается? Почему у одних приживается, и все окей, вообще никаких проблем. А у других вот так. Почему? То есть, это повод, да, тоже покопать глубже. Я лично не знаю ни одного. И у меня все прекрасно. Я себя офигенно чувствую. Ничего не происходит. Я уверена, что ничего не будет происходить. И опять же, если так произойдет со мной, то есть, я всегда, знаете, как думаю, почему я не боюсь летать? То есть, конечно, блин, умереть в крушении самолета, это, конечно, стрёмно. Потому что, ты понимаешь, у тебя даже выбора нет. Ну, и страшная, наверное, страшная смерть. Но, по большому счету, по статистике, самолет самый безопасный транспорт. То есть, по статистике, попасть в аварию в самолете, то есть, вообще, ну, вообще даже не сравнимо с тем, что можно попасть в аварию на машине. Да, и смертность на машине больше. То есть, окей, я думаю, как бы я с этим ничего не могу сделать. Но, какова вероятность, что я, ну, что-то может случиться? И если что-то случится, вот именно это со мной, ну, то, значит, наверное, так, блин, должно было быть. Одно дело, когда мы, там, ну, рискуем лишний раз, да, там, прям реально, там, не знаю, там, ходим по обрыву, там, или на крыше, там, знаете, вот этот паркур сейчас знаменитый. Одно дело, когда мы сами себя, прям, вот именно опасности поддаём. А другое дело, когда, ну, ты с этим, как бы, в принципе, повлиять на это не можешь, да. Но если это со мной случится, ну, значит, так случится, значит, так должно быть. Знаете, как Пальенко говорит, что мы должны быть готовы прожить тысячу лет или умереть, типа, в этот день. Ну, то есть, как бы, надо быть готовым ко смерти. Не в том плане, что прям готовиться, о, я сейчас могу умереть, а в том плане, что всё принимать в жизни. То есть, если это со мной случится, любая ситуация, значит, это мне для чего-то нужно, да. То есть, если, я не знаю, я попаду в аварию на автомобиле, но, значит, эта ситуация мне для чего-то дана, или, значит, мне уже пора, значит, меня уже решили забрать. Не знаю, всё, что угодно. Если какие-то будут осложнения, там, с грудью, или мне что-то придётся делать, или это удалять, ну, значит, так надо. Ну, значит, и это мы примем, и уберём эти импланты, и будем жить с разрезанными сиськами. Ну, значит, так случится. Понимаете? Но в большинстве случаев это не случается. Посмотрите на Оксану Самойлову, на Денсировске, на Ботанову, на, блин, всех уже звёзд, не знаю, у кого угодно, кто ходит с офигенным миссисюшем, и у них всё прекрасно. И всё у них хорошо. Поэтому всё принимайте в жизни. И я риски осознаю полностью, да, что мой организм вмешивался. Реально больно, блин, пипец. Мне вчера девочка молоденькая спрашивает, «Соня, рожать больно?» Я говорю, ну, больно, естественно, как бы не может быть не больно. Я говорю, ну, блядь, сиськи больнее. Реально больнее грудь делать. Но это на время. Вот. Поэтому всегда слушайте себя. Ни мужей, ни подруг. Не слушайте, кто вам там говорит, что надо уходить. Даже больше того, типа, да, уходи от мужа, у вас плохие отношения. Когда девочки пишут, типа, «Соня, моя подруга живёт с абьюзером, что, вот как, типа, ей это объяснить?» Да никак, вы не имеете права вторгаться. Вот, опять же, личная жизнь, личный выбор, с кем быть, это личные границы. Вы не можете вторгаться туда. Вы можете, как подруга, как близкий человек, направить. То есть выразить свои эмоции и беспокойство. Сказать, что, слушай, меня честно беспокоит, что у тебя так происходит. Возможно, ты бы почитала эту книгу, или послушала вот этого бы психолога, например, да. И это уже будет её выбор. Вы не можете забирать ответственность этого человека, сказав ему, он абьюзер-нарцисс, уходи. У вас плохие отношения. Вы не имеете права. Вы нарушаете границы чужого человека. Вы имеете право поделиться какой-то информацией. А уже она выбирает, эта девочка, да, что послушать. Вообще осознать ли, уходить или не уходить. Голожопа-философ, да, привет. Голожопа-философ, Сонька в эфире. Я просто не хочу, чтобы у меня был загар, как это называется, вот это в шортах, поэтому лучше буду лежать так. А дома бегают дети, я сейчас уже пойду, кстати. Просто договорю вот эту мысль уже и пойду. Поэтому выбор любой, да, состоять ли в отношениях с кем-то, уходить или не уходить. То есть даже сегодня в эфире у Андрея, например, или у меня часто, или у других психологов, да, вот сегодня, например, я сегодня в эфире у Андрея, девочка пишет, мой муж меня вампирит. Что значит, надо уходить? Ну как, ну кто может забрать у себя ответственность? Ну как, Андрей может ответить, уходить тебе или нет? Ну какой-то психолог, ни один психолог не имеет права давать советы. Психолог может направить тебя как бы ближе к себе, да, изнутри, направить к твоим мыслям, к твоим выборам, помочь по-другому, по другим углом посмотреть, правильно понять. Но не может дать советы уходить или не уходить. Это не имеет права никто сделать вообще. Это ваш выбор, это ваше решение. И когда мне девочки пишут, прям сообщение, которое прям трэш, типа, мой муж меня избивает, там, не знаю, бьет при ребенке, там, не знаю, материт или еще что-нибудь, уходить или не уходить? Я говорю, не уходите. То есть если у человека, которого, блин, бьют, еще вопрос в голове, уходить ли отсюда, то значит не надо, то значит еще этот опыт не прожит. То есть, конечно, я могу посоветовать, что почитать, что посмотреть. Я, конечно, это пиздец вообще в таком нельзя жить, ну мое, я вообще считаю, что нельзя в таком жить. Я бы уходила на мое место, но я не имею права человеку ответить, уходить ему или нет. Если у него все еще есть мысли вообще, то есть мне же почему, да, говорят, как там, то есть неужели вот так в один момент стало плохое? Но у нас же там проблемы в отношениях, в принципе, все время были, да, какие-то, какие-то. Я же выбирала оставаться там, то есть какое-то время, да, прощать, оставаться, терпеть, ждать дальше. Я один раз уходила, потом вернулась. И имел ли мне право кто-то сказать, нет, не возвращайся больше никогда, он там такой-сякой, я же все равно в итоге ушла, да, в принципе, они бы правы были. Но не имели, потому что они мне давали, все мои близкие давали мне право прожить мой опыт. Мне еще нужно было почувствовать, что вот теперь я в этих отношениях сделала, блин, все. Вот теперь я реально все проработала. Вот я вложила все, я сделала все, что я могла, вот теперь я могу со спокойной совестью уходить, да. То есть если к вам плохо относятся, если отношения трэш, это повод для того, чтобы осознать. Это не повод уходить, это повод для того, чтобы осознать, нужно вам такое или нет. Готовы вы терпеть дальше такие отношения или нет. У меня, например, есть потрясающая девочка, потрясающая, знаете, она такая, девочка лучик я называю, она красивенькая, она такая светлая, знаете, приятная. Она мне тоже, ну, часто так жалуется, ну, вампирит, конечно, чуть-чуть, но жалуется на свои отношения. Почему вампирит? Потому что она как бы просит совета, но в итоге ей этот совет не нужен. То есть она просто сливает, она мне жалуется, я ее слушаю, я включаюсь, естественно, я слушаю, ну, мне неинтересна чужая проблема, мне своих хватает, да. Я ее слушаю, ну, как бы в итоге она выговорилась, и все, типа пошла дальше в этом пиздецать жить. Я тоже так делала, когда-то я тоже была вампиром. Вот. И просто прекрасная девочка, и она мне как рассказывает, как с ней муж обращается просто. То есть он даже не зарабатывает, он ей денег не дает, говорит, иди вообще все сама сделай. То есть я говорю, слушай, я тебе не имею права дать твой совет. Я говорю, ты сама решаешь, но скажи мне, пожалуйста, ты счастлива в этих отношениях? Она говорит, нет. Говорит, тебе там хорошо, комфортно, спокойно. Она говорит, нет. Я говорю, а что ты там делаешь? Она говорит, ну, я не знаю, ну, это ж уходить, у меня ребенок, мне страшно, я не знаю, а вдруг я больше никого не найду? Я говорю, окей, ну, смотри, то есть как бы у тебя выбор, ну, выбора по факту, ну, как бы два варианта. То есть эти, ну, два варианта, говорю. То есть ты либо уходишь, и тогда ты будешь просто, может быть, одна. Ну, я говорю, я сто процентов уверена, что ты не будешь долго одна, но все равно придется какое-то время быть одна. Она такая, ну, да, типа тоже надо будет какое-то время быть одной. Блин, люди готовы жить в пиздецких отношениях, просто чтобы не быть одними. Так лучше быть одним, чем вместе с кем попало, понимаете? Я говорю, но ты осознаешь, что лучше уже не будешь, а не будет, а она уже вместе, там, ну, много лет с ним. Я говорю, ты же, ну, тебе там плохо. Я говорю, ты хочешь, чтобы так продолжалось до конца твоих дней, ты хочешь всю жизнь так прожить. Я говорю, ты же еще молодая, красивая. Я ей типа 31. Я говорю, ты же еще молодая, красивая. Я говорю, ты хочешь всю жизнь так дальше жить? Она говорит, нет, я хочу быть счастливой. Я говорю, так что ты там делаешь? Ну, вот мне страшно. И это выбор её, я ничего не могу. Всё, я с ней диалог провела, да, то есть я как бы свой фидбэк дала, всё, что я могла. Я вопросы ей сдала, через которые я не могу искать, уходи, убегай. Я могу задать вопросы, и пускай она сама себе на них ответит, себе для начала, да, поймёт. Но это её выбор, то есть она боится быть одна, боится уйти, боится, что больше никого не найдёт, и живёт там, где ей плохо и больно, понимаете? Просто из-за страхов. Понимаете, адекватное наше состояние женское, Он хорошо самим, самому. Это когда вы не ищете, кто закроет ваши дыры, кто там финансовые дыры, кто возьмёт за вас на себя ответственность, кто вам там поможет по дому. У меня уже сейчас спина сгорит, пока я вам тут рассказываю. Кто, не знаю, там будет содержать вас, кто будет вашей второй половинкой, потому что вы не целостная, блин, самодостаточная личность, а вы половинка, и вам надо вторую половинку, которая сделает вас целостным, да, и тогда только вот с этой половинкой вы будете ощущать комфорт. Нет, адекватное состояние — это когда вам хорошо самой, с собой, когда вам просто в кайф жить. Вам нормально, вам прекрасно. Вы можете там, вы свободны, понимаете? Свобода — это круто, блин, не знаю. Ходишь себе по дому, чухаешь там попу, не знаю, не втягиваешь живот, делаешь, что хочешь, не включаешь воду, когда идёшь туалет по большому. Это же прекрасно, это свобода великая. Кайфуйте от свободы, господи. Всё равно найдёте, все, каждые твари попались, всё равно найдёте кого-то в своей жизни, но никто не останется один. Ну как, ну как среди миллиардов, блин, миллиардов людей в мире можно остаться одному? Да не останетесь вы одна, просто надо какое-то. Мы все проходим этапы, как это называется, монады, дуады, потом триады, да. То есть монады — это когда мы одни, потом мы вступаем в дуаду, когда мы в партнёрстве. Это нормальные, здоровые этапы всей человеческой жизни. У всех вас будет партнёр, когда придёт время. А пока он не пришёл, мы учимся быть самодостаточными и уметь самим себе и денежку заработать, и трусики свои постирать, и попу вытереть, и приготовить, покушать, и жить, и кайфовать, и просто чувствовать себя самой. Не знаю, посмотрите, вот я знаю, что вы там блогеров смотрите, наверное, в основном какие-то семейные парочки. Посмотрите на Сашу Митрошину. Я от неё вообще кайфую. Просто девчонка сама по себе живёт по кайфу. Занимается любимым делом, зарабатывает деньги, катается по миру, отдыхает, даёт ценность людям, тренируется в зале, занимается тверком, занимается растяжкой. Покраснела, да, я уже под солнцем спарилась, сейчас буду раком. Во всех смыслах этого слова. Вот. И просто кайфует. Это же так круто. Это же так круто кайфовать от жизни. Одной. Потом приходит в нашу жизнь человек, и тут маркер только может быть один. Либо нам с этим человеком лучше, чем нам одним, либо нахрена он нам нужен в жизни. То есть нахрена нам партнёр, если нам с ним хуже. Или так же. Если мы точно так же зарабатываем бабло, решаем все свои вопросы, носим пакеты и так далее. У меня появился Андрей в жизни. Он мне говорит просто, понимаете, я человек, который привык там в одной руке держать ребёнка, у меня в пузе ещё один ребёнок, правой рукой там я ногой придерживаю третьего ребёнка, и ещё другой рукой складываю коляски, понимаете. Я так привыкла жить. И мне Андрей говорит, вообще, говорит, даже не подходи. Говорит, не складывай коляски. Говорит, что ты это делаешь? Или там я, мы приехали там с магазина, принесли, 7 пакетов привезли. И я думаю, ну типа пускай часть заносит он, частью я, мне не тяжело. Он говорит, Соня, ты что? Вообще, говорит, не трогай пакет, я всё занесу. Или там приехали, вчера надо было машину перепарковать. Он говорит, иди, типа, я сам всё сделаю. Вот так классно. Потому что я знаю, я уже просто, я такие себе яйца отрастила, понимаете. Я уже вот та самая сильная, независимая баба, которая всё сама может. Я таскаю детей, таскаю пакеты, могу себе всё порешать, со всеми договориться. Я уже всё могу, потому что я уже привыкла, я уже год живу сама, и я до этого, в принципе, много делала, да. Я всё могу. Но тогда зачем мне отношения, зачем мне человек рядом, если мне будет точно так же. По идее, тогда я ему дарю любовь, он мне дарит любовь и заботу. То есть он со своей мужской энергетики, своего мужского функционала. Я ему со своей женской энергетики, своего женского функционала. Ну, типа, плюс-минус-то выглядит как. Я хожу такая красивая, вся вдохновляющая, улыбаюсь, смотрю на него глазками, не знаю, где-то там поглажу, сделаю массажик, приготовлю там покушать, помою за ним посудку где-то, там где-то что-то подскажу, вздохну, скажу, какой он самый прекрасный, самый лучший, да. То есть девочка, девочка, женская энергия. И мужчина, который я всё сделаю, я сам всё сделаю, я тебе организую, не парься, да. Да вообще, вообще не беспокойся, сейчас минута я всё решу. Вот это офигенно, вот это мужчина. Сексуальный мужчина, это не тот, у которого там борода, не знаю, там короткие волосы, мышцы, гора мышцы, и который тебе говорит, ты что, сучка, иди сюда. Вот это не сексуальный мужчина, это просто мужик. Сексуальный мужчина, это когда я сейчас всё решу, подожди, сейчас вообще не беспокойся, не парься, я сейчас сам всё порешаю, не нервничай, всё хорошо, сейчас всё сделаем. Вот это сексуальность мужская. Понимаете? Сексуальный мужчина, это тот, который берёт на себя ответственность, который делает, который зарабатывает, растет, у которого мужественность, а мужественность она не в мышцах проявляется, выводы Соньки, которая очень много лет обращала внимание только на качков. У меня все парни, которые у меня были в этой жизни, все с такой вот горой мышц, все мужчины, которые у меня были в жизни до этого, все накачанные были, просто мужчины. Мой бывший муж другой человек, я ему очень благодарна за все, через что мы прошли, да, голожоп и философ. Поэтому, пожалуйста, если вы выбираете себе отношения, только там, где вам будет еще лучше. У всех в отношениях бывают проблемы, бывают кризисы, ну понимаете, кризис это когда просто не хватает каких-то новых ощущений, подустали, подпритерлись, какие-то проблемы возникли, ребенок родился, но это не тогда, когда материшься друг на друга, бьешься, убиваешься, это не кризис, это пиздец называется, это оттуда тоже надо бежать, но только сначала осознать почему. А кризис это когда, ну можете у Вики, кстати, у моей почитать, там один из последних постов офигенный. То есть я понимаю, что в отношениях бывают проблемы, это бывает, когда становится ну прям плохенько, но когда ты понимаешь, что в принципе отношения нормально, адекватно, над собой что-то поменять, не знаю, устроить себе какую-то разгрузку, там оставить деток, полететь вдвоем, отдохнуть, много секса, все дела. Вот так решаются проблемы в адекватных отношениях. Но если ты живешь в отношениях, которые реально понимаешь, что уже жопа и просто ничего не поменяется, да, все, я надо убегать, у меня сейчас реально все сгорит, и жопа, и спина, и будет потом красная соня. Вот это основная мысль. Надеюсь, что вам было полезно. Так что, девчонки, мысль этого эфира. Пожалуйста, любите себя, цените себя, имейте свои границы, понимаете, что вы хотите реально для себя. То есть понятно, что взаимодействие мужчины, мы там тоже хотим для него чуть-чуть казаться лучше, что-то для него сделать, выглядеть лучше, где-то, наверное, надо там и белье, белишко надеть, даже если не очень хочется для себя, но понимаешь, что зато сейчас я мужу будет понравиться, будет классный секс, потом у меня будет классное настроение, все прекрасно, в принципе, такое взаимодействие, так тоже можно, но это никогда там, блин, ты лежишь реально просто не хочешь секса, тебе говорят, ты че, сука, ты моя жена из-за ногу с кровати, ну на, блядь, да ты обязана, потому что ты моя жена, да, вот это пиздец называется, поэтому везде есть грань, нету никакой категоричности, нету такой вот это точно плохо, отсюда надо бежать, ну, типа, везде но, да, везде но, и что точно надо делать, что точно не делать, типа, нет, не делайте никогда для другого, делайте так, чтобы вы это хотели, слушайте прежде всего себя, ну, понятное дело, что где-то в отношениях мы все равно там, ну, не знаю, блин, куча девочек, он делает себе там гуляцию глубокую бикини, лазерную, потому что мужчинам нравится все там, ровная лащина, как это называется, короче, все гладенько, да, как у девочки маленькой, и девочки вот это делают, да, кто-то оставляет себе там причесочку, потому что тоже мужчину нравится, и по большому счету это не такое что-то страшное, что прям точно нельзя с собой делать, потому что, в принципе, это взаимодействие с партнером, и ты понимаешь, что здесь, в принципе, тебя это никак не ущемит, а другое дело, блядь, тир ложится под нож просто потому, что мужчина тебе сказал, что тогда я тебя буду хотеть еще больше, это, в общем, да, это, в общем, манипуляция, это неправильно, надеюсь, эфир был полезный, надеюсь, у меня жопа не сгорела, но плечи точно сгорели, потому что пекут. Люблю, целую, обнимаю, любите себя, цените себя, находитесь в отношениях, где вам комфортно, где вас ценят, где вам в отношениях лучше, чем без отношений. Спасибо за просмотр!